Полковник получает 78 600 рублей в месяц. Полковник получает 94 700 рублей в месяц. Генерал-майор получает 116 508 рублей в месяц. Генерал-лейтенант получает 137 417 рублей в месяц. Если вы считаете, что это большая зарплата и вас уже начала душить жаба, то расслабьтесь. И как говорит писатель-сатирик Михаил Задорнов, наберите воздуха в грудь. Набрали? Ну значит едем дальше. Наиль Мухитов, помощник секретаря Совета Безопасности, получает 2 317 000 рублей в месяц. Игорь Левитин, помощник президента, получает 2 508 000 рублей в месяц. Артур Муравьев, полпредпрезидента в Совете Федерации, получает 2 775 000 рублей в месяц. Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности, получает 2 800 000 рублей в месяц. Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, получает 7 125 000 рублей в месяц. Антон Силуанов, министр финансов, получает 7 950 000 рублей в месяц. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, получает 10 783 000 рублей в месяц. Дмитрий Савельев, сенатор от исполнительной власти Тульской области, получает 13 583 000 рублей в месяц. Борис Невзоров, сенатор от исполнительной власти Камчатского края, получает 14 500 000 рублей в месяц. Виталий Богданов, сенатор от исполнительной власти Курской области, получает 18 575 000 рублей в месяц. Александр Бабаков, сенатор от законодательной власти Тамбовской области, получает 26 508 000 рублей в месяц. Владислав Резник, фракция «Единая Россия», получает 26 950 000 рублей в месяц. Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства полпредпрезидента в Дальневосточном округе, получает 29 741 000 рублей в месяц. Леонид Симановский, фракция «Единая Россия», получает 31 433 000 рублей в месяц. Михаил Абызов, министр по делам открытого правительства, получает 43 408 000 рублей в месяц. Григорий Аникеев, фракция «Единая Россия», получает 43 966 000 рублей в месяц. Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа, получает 48 516 000 рублей в месяц. Николай Борцов, фракция «Единая Россия», получает 50 391 000 рублей в месяц. Андрей Палкин, фракция «Единая Россия», получает 56 616 000 рублей в месяц. Ну что, как вам зарплаты наших чинуш? Суммы поражают, не правда ли? На их фоне зарплаты генералов уже не кажутся такими большими, не так ли? И кто же у нас сегодня является победителем нашего хит-парада по версии ресурсок «Коммерсант»? Какую же зарплату получает в месяц наш самый нужный в России чиновник? 70 миллионов? 100 миллионов? Мелко мыслите, господа товарищи. Самый высокооплачиваемый чиновник получает 222 500 000 рублей в месяц. И зовут его Валерий Пономарев, сенатор от законодательной власти Камчатского края. Глядя на все эти для меня лично какие-то сказочные зарплаты, я задаюсь вопросом, за что? Что такого полезного и нужного они делают для страны, чего не делает учитель, врач или тот же военнослужащий? Какую такую пользу они принесли, за которую мы с вами платим им такую зарплату? Может я чего-то не понимаю? То есть врач, спасая жизни других людей, получает 23 000 рублей в месяц. Учитель, который несет ответственность за наших с вами детей и вкладывает в их головы необходимые знания, получает 17 000 рублей в месяц. А самый малооплачиваемый чиновник, из названных выше, получает больше 2 миллионов рублей в месяц. От меня что-то жаба не то что душит, она меня расстреливает из гранатомета. Кто-то наверное скажет, это ведь его доход, а не зарплата. Мало ли, может у чиновника свой свечной заводик, где запрятан. Возможно, согласен, может и запрятан. И тогда, судя по их доходу, у кого-то не один такой. Но хочу напомнить, что согласно статье 11, государственные служащие не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной или иной творческой деятельности. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, получать гонорары за публичные выступления в качестве государственного служащего, получать от физических или юридических лиц вознаграждения, подарки, денежные вознаграждения, суды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения, связанные с исполнением должностных обязанностей, в том числе и после выхода на пенсию. Тогда откуда? Либо чиновник похерил данную статью федерального закона и заводик есть, что уже является само по себе противоправным действием, либо это наши с вами деньги, которые мы с вами ему заплатили за непосильный труд. И да, чуть не забыл, теперь наверное понятно, откуда у нас официальная средняя зарплата по России 36 тысяч рублей. Кто-то получает 2 тысячи рублей в месяц, а кто-то 222 миллиона рублей в месяц. А в среднем, если всех сложить да поделить, то то на то и выйдет 36 тысяч рублей. Как-то так. Подписывайтесь на канал, дабы не пропустить что-нибудь интересненькое. Ставьте лайки, делитесь роликом в соцсетях. Пока. Подписывайтесь на канал.